Последняя неделя запомнилась не только новыми слухами о соло и первым разговорным влогом Лисы и Джису, но также запомнилась несколькими новостями о молодежном шоу. 7 мая команда программы Yes With You и IQIY опубликовали внезапное объявление, в котором говорится об отмене прямой трансляции финала третьего сезона шоу, которая изначально была запланирована на 8 мая. Голосование также будет закрыто, поскольку в приоритете пересмотр и корректировка правил шоу. Если вы не в курсе, то Yes With You – это шоу, в котором принимает участие Лиса как наставник, а IQIY – это онлайн-сервис, на котором оно транслируется. Приостановление финала связано, скорее всего, с последними скандалами вокруг одного из участников, к которым отношение имеет лишь он и никто другой из участников или наставников шоу. Некоторым зрителям не понравилось решение о приостановлении финала, поскольку это несправедливо по отношению к другим парням, которые прошли большой путь, чтобы дойти до финала и побороться за место в группе. Пока что зрители шоу остались без ничего, а варианты событий могут быть разные, но об отмене шоу пока ничего не говорилось. Известно лишь об отмене первоначальной записи финала, а значит его просто перенесут на неопределённый срок. До того, как было опубликовано это заявление, состоялся выход коллаб-выступления Лисы и команды Трэйни с ковером на песню группы WayV – Kickback. WayV – это китайская группа и четвёртый юнит южнокорейской группы NCT. Лиса хотела, чтобы она и её команда выступили с оригинальной шореографией, поэтому попросила своего приятеля Тэна из WayV обучить её. Изначально она должна была прийти в СМ к Тэну, но так как она уже была там в 2016 году, когда они готовились к выступлению на церемонии, они решили, что теперь он придёт к ней у IG. По его словам, Лиса выучила хореографию за один час. После выхода выпуска шоу, он загрузил видео с репетиции с Лисой в инстаграм. А она рассказала ребятам на шоу, что именно он научил её танцу. Тэн, к слову, занимает такие же позиции в группе, как и Лиса, главный танцор, ведущий рэпер и вокалист, и является гражданином Таиланда. Также своей команде Лиса подарила подписанные ею и остальными участницами альбома Blackpink. А три недели назад, когда команда Лиса только сформировалась, один из участников потерял родственника. Лиса поделилась своей историей. В её день рождения в этом году скончался дедушка, с которым она не виделась уже два года. Последний раз она встретила его на концерте в Таиланде во время мирового тура. Ей грустно, что она не смогла попрощаться с ним, но она знает, что он всегда будет с ней. Поэтому сказала, что его отец также будет рядом с ним. Будем надеяться, что зрители получат финал, а участники получат дебют. Но вот после таких скандалов неизвестно, будет ли Лиса принимать участие в следующем сезоне. До новых встреч!